В фильме уловистый фидер была, к сожалению, допущена техническая накладка и очень много вопросов возникает по поводу клипсования и ограничения дальности заброса с помощью резинки Сейчас мы покажем оба способа, как это делается Первый способ, когда резинка заводится за клипсу Как мы заводим резинку под клипсу? Резинку вот так кладем на ноготь Ноготь заводим под клипсу и резинку под натяжением, чтобы она потоньше стала, заводим вот так вот под клипсу Теперь набрасываем резинку на шпулю Вот резинка у нас длинная, поэтому нам надо сделать два оборота Если бы она была короткая, набросили и все А так мы вот накидываем, перекручиваем ее и накидываем ее в обратную сторону Сдвигаем резинку к краю шпули, чтобы она не мешалась Вот мы зафиксировали Вот в этом случае леску катушка не сдает Вот сейчас мы заклипсовались И мы видим, что в этом случае Вот она есть, дополнительная амортизация Которая очень сильно помогает при забросе в конечной фазе полета кормушки Но леску катушка при этом способе клипсования не сдает Другой способ клипсования, это когда мы не фиксируем резинку в клипсе Я сейчас ее просто вынимаю Просто резинка надета на шпулю один или два оборота в зависимости от ее размера В этом случае у нас, как видите, катушка леску сдает Вот такой способ клипсования Он применяется при ловле трофейной рыбы Но он требует гораздо больших навыков в работе с фидерной снастью Почему? Потому что при избыточной силе заброса При забросе может точно так же сходить леска с катушки Что будет приводить к потере выбранной дальности Поэтому нужно закидывать с таким расчетом Чтобы усилие хватило ровно на то, чтобы кормушка долетела до нужного места И приводнилась не сильно, при этом вот здесь вот осуществляя ударную нагрузку Для того, чтобы леска не поползла Зато если клюнет хороший серьезный трофей Вот как мы видим, он спокойно совершенно сможет снять со шпули столько лески, сколько понадобится И, конечно, следует контролировать периодически заброс Не ушла ли лишняя леска со шпули Постоянно проверять себя, на каких оборотах вы заклипсованы И, если что, поправлять дальность на необходимую величину